Сегодня поговорим про пальто. Конечно, осень. Что приходит первое на ум, это верхняя одежда, пальто. Потому что действительно 9 месяцев в году девушки, женщины в нашем климате, в Украине, мы носим пальто. Мы его любим за то, что оно универсальное. Оно бывает абсолютно разным, из разных тканей и материалов. И сегодня мы более подробно разберем, что будет актуально в 2019 и 2020 году. Первое, на что хочу обратить внимание, это то, что пальто должно быть удобным. Не сковывать ваши движения и быть максимально комфортным. Второе, это материалы. То есть, каждой девушке хочется, чтобы выглядеть красивой. И само пальто было из качественных тканей. Поэтому обращаем внимание на состав. Ну и, конечно же, это тренды, это то, что подходит вам больше, цвет и силуэт. В этом сезоне нам предлагают дизайнеры самое распространенное пальто. Это пальто на запах. Оно очень мягкое, удобное, подходит практически под любую фигуру. И может быть выполнено в разных тканях. Самая привычная – это шерсть. Больше всего мы любим ее за то, что она мягкая и теплая. И хочу обратить внимание, что чем больше в составе шерсти натуральной, тем более тепло вам будет зимой. И не будет жарко, если на улице будет, например, солнечный день. Еще обратите внимание на подкладку. Если ткань синтетическая, то, скорее всего, будет прохладно. Поэтому тоже желательно, чтобы подкладка тоже была натуральная. По поводу тканей, то можно в этом сезоне рассматривать, кроме шерсти, еще кожу. Этот тренд возвращается. Он был, скажем так, в 90-е популярен, да, у наших мам больше. Ну, а сейчас это тоже такой очень глобальный тренд. И его на несколько сезонов можно смело приобретать. Будет очень таким базовым пальто. По поводу весенних и таких, скажем, даже летних вариантов. Пальто – это вне сезона. И его можно даже носить летом. Летнее пальто из органзы и шелка. Это то, что нас будет ждать в 2020 году. По поводу цвета. Хочется сказать, что база остается. То есть это наши любимые цвета в черном, в белом цвете. Ну, скажем так, не совсем. Он чистый белый. Он может быть с примесью какого-то серого оттенка. Либо пыльный персик сейчас будет очень актуальным. Теплые оттенки. Оттенки желто-оранжевые. Либо синий, синий с зеленым. Глубокие оттенки. Ну и, конечно, осень. Смотрите вокруг на природу, да, какие оттенки содержат в себе краски осени. Такие же можно и в своей одежде повторять. Обязательно обращайте внимание на ваш типаж. Под цвет волос, под цвет глаз, под цвет кожи. Чтобы вам пальто подходило и было очень красиво. По поводу силуэтов у нас очень большой выбор. В этом сезоне можно носить и мужское пальто. Пальто максим, то есть максимальная длина, длина в пол. Да, это не так практично, но это всегда женственно. То есть, возможно, на какой-то особый случай, да, такое пальто тоже имеет место быть. Привычные пальто кока. Очень удобно скрадывает изъяны фигуры. Если есть какие-то такие моменты, которых вы не хотите показывать, обращайте на этот силуэт внимание. Когда цельнокройный рукав идет очень красиво. Далее это могут быть пальто в виде дополнительного воротника. Меховые отделки тоже будут актуальными. Ну и также из ткани, из шерсти, такой же, как пальто, дополнительный воротник. Очень интересно. Также, кроме кожаных, можно рассмотреть меховые варианты пальто. Тоже будет актуально. И такая модель, она чем интересна? Тем, что ее можно носить как под пояс и делать более женственной, так и, допустим, как спортивный вариант с кроссовками, либо ботинками на плоском ходу. Очень удобно в городской суете. Это будет ваша любимая вещь. Достаточно мягкая и теплая. Можно заменить шубу. То есть сейчас есть такие материалы, например, шерсть альпаки, либо же это может быть искусственный мех, сейчас очень актуально. Очень большие цветовые варианты. Поэтому тоже рассмотрите это как такой хороший вариант.